Добрый день, ребята! Итак, мы сегодня начинаем с вами четвертую четверть. Работа в этой четверти у нас будет вестись так же, как и всегда. Мы незнакомые слова выписываем в словарики свои, с транскрипцией перевода. Мы стараемся их запомнить, пока пишем. Если не получается, то нужно будет выучить. Выполняем те задания, которые я рекомендую. Переходим слова, учим правила, отрабатываем их в упражнении, закрепляем и так далее. Итак, у нас в этой четверти с вами восьмой модуль. Мы с вами продолжаем так же, как всегда, работать в учебниках, в Students Book и Walkbook. Итак, восьмой модуль у нас называется All Neighborhood. Откройте, пожалуйста, страничку 87-ю. Итак, наши окрестности или наш район, или наше место, да, это может быть город, это может быть деревня, это может быть просто район города и так далее. Вот таким образом, это соседство также может быть. Our Neighborhood, окрестности. Итак, exercise one. Listen and repeat. What are these words in your language? Пожалуйста, слушаем, как произносится правильное слово и повторяем. Bakery, chemists, post office, bank, jewelers, clothes shop, florists, sports shop, opticians, book shop, news agents, music shop, supermarket. Итак, bakery у нас переводится как булочная, chemists, аптека, post office, почта, bank, банк, duvers, это ювелирный магазин, clothes shop, это магазин одежды, florists, цветочный магазин, sports shop, спортивный магазин, opticians, это оптика, book shop, это книжный магазин, news agents, это киоск газетов и журналов, music shop, музыкальный магазин, супермаркет, это супермаркет. Окей, let's continue. Итак, name one thing can you buy doing each shop. Итак, вам нужно теперь назвать одну вещь, которую вы покупаете или делаете в этом магазине, в этом учреждении. For example. You can buy aspirin at a chemist's. Итак, например, вы можете купить aspirin в аптеке. Таким образом, вы должны составить не менее 5 предложений о любом из этих учреждений. Для этого вы можете поставить видео на паузу. Окей, теперь продолжаем. Use these propositions to ask for and to give directions as an example. Итак, используя предлоги данные у вас вот здесь, вы можете спросить или дать ответ о направлении, о местонахождении того или иного учреждения. Итак, давайте попробуем, послушаем, как говорят в примере. Извините, где находится булочная? Она находится на Яблочной улице, рядом с аптек. Для того, чтобы мы могли построить предложение, нам необходимо знать предлоги места. Итак, next to рядом, не около, behind, позади, in front of, впереди, between, между, above, над, opposite, напротив. Эти предлоги места, пожалуйста, выучите. Итак, вы можете записать подобный диалог у себя в тетрадке. Давайте теперь прилистнем страничку. И у нас на 88-й странице есть текст. Называется он Queen Cities. Я предлагаю вам сначала послушать текст, произношение этого текста, этих слов, а потом посмотреть видео еще раз и только потом прочитать сами. Субтитры создавал DimaTorzok Верона, ВИСКОНСИИ, УСАН The town of Verona is a very small, picturesque city in the south of the state of Wisconsin. There are many quiet neighborhoods and tree-lined streets there. There are a lot of parks to relax in and great trails for hiking and cycling. There aren't any tall buildings, just pretty houses with big gardens. In the summer, people go swimming in the huge lakes near the town and in the winter, they can go ice skating. In the city centre, there are some very nice clothes shops. There are also nice local restaurants and cozy cafes around the town. Verona, Italy The ancient city of Verona is situated by the Adige River in the north of Italy. It is a large cosmopolitan city and it is famous for its ancient city walls, towers and bridges and palaces. Thousands of tourists walk around the narrow streets in the summer. They can shop in the fashionable boutiques and at the local markets. They can even see Juliet's balcony. Verona was the home of Shakespeare's Romeo and Juliet. There are also a lot of restaurants that serve local or international dishes and trendy nightclubs and cafes. Verona is an exciting city for both locals and tourists. Okay, so we have watched and listened to the text and now I would like you to watch another video. Twin cities Often around the world there are places that have the same name. Let's look at two cities that share a name but are very different. One is a modern town only 160 years old. The other an ancient city which was built 2,000 years ago. One is home to a few thousand families and nature lovers while the other is home to a rich history, culture and energetic lifestyle. Verona, Wisconsin, USA The city of Verona is a very small, picturesque city located in the south of Wisconsin. There are many quiet neighbourhoods and tree-lined streets there. There are a lot of parks to relax in and great trails for hiking and cycling. There are no tall buildings, just pretty houses with big gardens. In the summer, people go swimming in the huge lakes near the town and in the winter they can go ice skating on the lakes. In the city centre, there are some very nice clothes shops. There are also nice local restaurants and cosy cafes around the town. Verona, Italy The ancient city of Verona is situated by the Adige river in the north of Italy. It is a large cosmopolitan city. Verona is famous for its ancient city walls, towers, bridges and palaces. Thousands of tourists walk around the narrow streets in the summer. They can shop in the fashionable boutiques and at the local markets. They can even see Juliet's balcony. Verona was the home of Shakespeare's Romeo and Juliet. Verona is an exciting city for both locals and tourists. Which Verona would you like to visit? Verona is an exciting city. Okay. Пожалуйста, выполните самостоятельное упражнение, а потом сверитесь с моими ответами. Мы уже продолжаем. Okay. Verona is a state in the USA. I think it is false. It's a quiet town. I think it's true. It's great for people who love the outdoors. I think it is true. Hotels, they are expensive. I think it doesn't say. Verona is a historic city in Italy. I think it's true. Not many people visited. It's false. Restaurants only serve local dishes. I think it's false. The night that there is boiling. I think it is false. Okay. Yes, we are right. Мы правы. Next. Итак, B упражнение. Вам здесь нужно будет заполнить пропуски и использовать вот эти слова, которые вам даны, для того, чтобы составить словосочетание. Сейчас я вам тоже предлагаю поставить видео на паузу, выполнить самостоятельно, и потом свериться со мной. Мы же продолжаем. Tree-lined streets, Gloveys shops, Local restaurants, Cousy-quitties, Cosmopolitan city, Ancient city walls, and Nature walls. Окей. Составьте, пожалуйста, предложение, используя вот эти словосочетания, о любом месте, каком вы хотите. Окей. And now, please, imagine, you could live in any of the two places. Which city would you choose? Why? Use the phrases below to say or write a few sentences. Итак, используя вот данные словосочетания, пожалуйста, вам нужно написать несколько предложений, в каком городе вы хотели бы жить и почему. Я вам сейчас включу образец написания. Verona, USA, is quiet, but Verona, Italy, is busy. Verona, USA, has lots of parks and tree-lined streets, but Verona, Italy, has lots of towers, bridges, and palaces. Verona, USA, is for nature lovers. But Verona, Italy, is a cosmopolitan city. Verona, USA, is a modern city. But Verona, Italy, has still got its ancient city walls. Both cities have nice clothes shops and local restaurants. Not many people live in Verona, USA, but a lot of people live in Verona, Italy, and thousands of tourists visit every year. I would live in Verona, USA, because I like quiet neighborhoods. It would be nice to be close to nature. I would live in Verona, Italy, because I like big cities. It would be nice to have an exciting lifestyle. Okay. Итак, я предлагаю вам для закрепления пройденного материала выполнить домашние задания в вашем bookbook на страничке 56, раздел 8A, упражнения 1, 2 и 3. 1 и 2 упражнения очень легенькие. Они предназначены просто для запоминания слов. Вам нужно просто здесь разгадать кроссворды. Третье упражнение в нем вам нужно использовать слова, которые вам даны, для того, чтобы дописать, продолжить предложение. Okay. Thank you very much. Goodbye. Be healthy. Be healthy.